Деяние апостолов Девятого часа дня, ангела Божия, который вошел к нему и сказал, Корнилий, он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, Что, Господи? Ангел отвечал ему, Молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, изнаходившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление, и видит отверстое неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был голос к нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнувшись, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете». «За каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий, сотник муж, добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать твоих речей». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришления в Кесарию Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падший к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». «Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр открыл уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Он послался нам, Израилевым, слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. «Сей есть Господь всех». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповедного Иоанном. Как Бог духом святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, удивились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Продолжение следует...